Проблема алкоголизма, так сказать, праздники стали перерастать в запои. Периодическое желание выпить, снять стресс, перешло в пагубную привычку. И мозг нашел решение, что надо выпить, а уже потом остановиться не было возможности. Сначала думала сама, силой духа, так сказать, внутренними запретами, что нельзя, не это. Пыталась и лечиться, но как бы не получалось. Здесь вы уже находитесь 21 неделю, уже 3 недели, сейчас вы выписываетесь. Что за это время изменилось? Изменился полностью внутренний мир, нашла ответ на главный вопрос, почему у меня происходят эти срывы, как с ними можно справиться, создать новые стереотипы мышления, новое направление, то есть абсолютно новый вектор развития своей личности, что жизнь возможна и без алкоголя. Раньше так не считала? Да, раньше считала, что да, она как бы возможна, но можно иногда и себе позволить, почему бы и нет расслабиться. Но когда эти расслабления перешли уже в патологические состояния, когда уже нет возможности остановиться, там начиналось прогуливание работы, отмазки и вот это все, и уже понимаю, что да, это болезнь, которую надо просто лечить. Спасибо психотерапевтам, работа была проведена огромная с моей точки зрения. Ну то, что медикаментозно, вот интоксикация снимается, это все понятно. Но вот именно работа психотерапевтов, которые дали не то, что меня взять, заставили, вот там залезли мозги, почистили и вложили новый, нет. А именно дали направление, вот мысли. Для меня подшивка это просто страховочный пояс для монтажников. Для меня подшивка как бы и не главный, не приоритет. Именно изменение мышления. Есть люди приезжают, думают, что подшился, и это главный стимул, и я пить не буду. Ну я считаю, что, ну я же говорю, я пробовала уже методы другие, там и гипноза, и лечение там, ну уколами, то-се. То есть это не лечение, пока не поменяешь полностью мышление, пока не перестроишь именно вот это вот стереотипы мышления. То есть я рекомендую проходить здесь полный курс. Полный курс и шоковой терапии, и работа именно конкретно с психотерапевтом, который разбирает твою проблему, спрашивает. И конкретному, каждому пациенту находит подход, где, в каком месте у пациента происходит срыв, и почему они происходят. То есть именно вот этот полный курс. Но все равно у тебя жизнь будет все равно непростая. Ты выходишь на работу, и все, да. Ну она непростая у кого? Но сейчас основное это что? Что ушла эта тяга, желание и эти мысли. Субтитры создавал DimaTorzok